Собрали мы с Анечкой палатку в лесу, выставили, поставили, затопили. Рим не лезет в лунку. Краму бежит, он хвостом за нас зайдет, ты же знаешь. Вот это, вот это да, красавица. Кругая щучка, джекпот, джекпот, это реально джекпот. Матер бушует, сейчас все шапки деревьев позбивает. Качает он там, ух, сыпется как снег. Ну а мы продолжаем жить в тайге. Как красиво, веткам так тяжело. С днём ночью вон та огромная ветка упала. Такой треск был, думал, медведь свалился с дерева. Ветка свалилась под тяжестью снега. Такие шапки снега, ох-охо. Так, ну а мы собираемся съездить с Анечкой на рыбалку, попробовать второй раз окуня половить. Давай, 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 карапуз. Здрасте. Здрасте. Одеваемся? Одеваемся, да. Одеваемся. Одеваемся. Ну что, друзья, вот вам настоящая тайга. Снега по пояс, вы видели, как мы ездили. Ой, как мы ходили. Каких следов нету. Одни направления. Всё перенело. Вот за вчерашние метели. Нам куда-то туда и куда-то налево. И два, и два, что-то различимое впадинки. Сейчас поедем, посмотрим, попробуем найти. Проехали мы метров в километрах уже 10. В поисках рыбы, окуня, по рыбачек. Далеко от палатки уехали. Вглубь дайги. Поехали дальше. Экспериментировать будем. Сейчас врубил дрозда и вперёд. Ну вот. Вместо того, чтобы тихо снять... Ну, держи. Давай, айда. Наверное, на уходах отсюда. Привёз я Анечку на рыбалку. На окуньков потаскать. Так. Ну вот мы, грубо говоря, отъехали 10 километров. Показываю, какая здесь вода у нас. Здесь прозрачная, как слеза. И вот Анечка уже таскает окунёчков. Сели мы. Ну, только начали. Она первого закинула и на свою самоделочку дёргает окуньков. Покажем, каких мы крокодильчиков поймаем. Тащит. Нет, не тащит. Вот глубину. Покажи сейчас глубину. Само начало. Ребята, рыбачу на среднюю Уралочку. Даже на малую Уралочку. Фосфорную. Сейчас я вам покажу. Сейчас глубину смерю. Глубина прилична. Метра три, я думаю. Сейчас. Берём искусственный червячок красненький. А вообще лучше ещё нам глазик. Ну да, сейчас глазик. Вон там окушок есть. Я троих отпустила мелких. Вот, вот он. Мелкий. Мелкого отпускаем. Я, в принципе, как бы даже вот такого бы, наверное, отпустила. Ну, глазик нам нужен. Да, нам нужен глазик. Придётся пожертвовать. Да, бьёт хорошо прямо. Я слышу вас внутри. Надо снасти, кажется, да, все дубовые. Вот, видите. Позвольте. Оп. Ну, ждём крокодильцев. Да, вот это, видите, средняя Уралочка. Ну, это маленький окушок, который я очень рада отпускаю подрастать. Вот, глазик сейчас одену. Леска, в принципе, не сильно толстая. Если большой, конечно, важновато будет остыщить. Ну, аккуратно. Понял, рыбачим. Здрасте всем. Приехали на озеро. И тут, короче, пулемётный мелкий окунёк. Мы такого отпускаем. Вот, очень ждём крупного окуня. Но вот, эта лунка оказалась волшебной. Сейчас вот прямо, смотрите, глубина 3 метра. Опускаешь. Она там еле-еле до дна дошла. И уже можно считать поклёвка. Так, ветер очень сильный. И оттепель у нас. Ох, вот он. Я даже варежки не одеваю, потому что что-то прям совсем спортивные экземпляры. Полосатенькие. Пускай. Наростайка сейчас меленьких подошла. Потом, как правило, идёт крупный окунь. Берём не меньше, ну, грамм 300-400. Вот это, наверное, самый такой мелкий. Сейчас посмотрим, если что, придётся менять дислокацию. Потому что, тоже мелочь, неохота брать. Ну вот, меленький прошёл, может быть, сейчас покрупнее. Пауза такая. Это хорошо, что пауза. Тоже опять мелковат. Мелковат. Вот варнишка мелковат, конечно. Видите, длинный спортивный окунь. Здесь малая, слабая кормовая база. Вон, видите, какой он прямо мальчишка. Длинный, длинный. Тут даже и девочки тоже длинные. Может быть, озеро прострелено было, поэтому вот они вот такие вот длинные. Но, в общем, особенность или разновидность вот такого вот у нас окушка. Так, вот у нас сегодня уловчик. Мы поздно выехали, правда. Зато нашли место, где ловятся хорошие муки. Такие красавчики. И Анечка там пытается обогнать меня. У этого большого я поймал. Ух, хорошо он меня потаскал. Вот, приехали мы с дальнего озера, где окуней только что таскали. Вот, вернулись. А у нас такой презент. Ну да, Рича. Да, презент. Самое главное, презент, да. Пометить надо этот презент. А, слушай, есть. Есть, да? Есть. Есть. Отсекает. Хорошая. Хорошая. Походу, щука. Походу, щука. Хорошенькая. Какая щучка. О, красавица. Твой поликарбон или кто это там, новый поводок. Да, поликарбон. Мои новые поводки. Это покрупнее, чем утром. Да? Отлично. Ну вот, значит, посадали. Отлично. Ну что, кто госа, племогоса? Котлета? Пойдем проверять, значит. О, смотри, а там флажок, что, отлетел. А ну-ка, пошли туда быстренько. Походу, тоже размоталось, смотри. Флажок-то валяется и размотка. А ну-ка. А ну-ка. Флажок валяется. Это что, вот тут? Ага, стой. Есть, да? Есть. О. Давай, я сейчас вот тут пробью. А, блин. Бегает туда за фигней этой. Сейчас, стой. Вот, друзья, смотрите, все полностью забито. А вот, промерзло сейчас. Сейчас даже не знаю. Отлично, мы приехали. Да, Канечка. Ай, елы-палы. Реча, уйди. Уйди, Реченька. Вот это что-то серьезное пытается. Да такое же пытается. Такое же. О, да не. Побольше. Сейчас я ее. Побольше. Под жабру, чтобы ехать тут. О, вот это. Вот это, да. Красавица. Вот оно. Вау. Вот это уже хорошенькое. Да. Ну вот и щучки пошли. И щучки пошли. И опять тебе везет. Спасибо. Опять ты вытащила трофейчика. Она темная. Смотри, какая темная. Вообще, да. Такая красивая-красивая. Темненькая вся. А что, мулька? Взялась-то тоже едва-едва. Вот только-только у нее ход начинается. Видишь? Сейчас мы проверим, у этой какие зубы. Ну что ж, поздравляю. Ура! Ура! Котлета! Мы думали, мы за наливами приехали, а мы даже за щучек сейчас полуем. Вон, видите, как рыба меняет все зубки. Да. Да, у нее зубы буквально вот со дня на день вылезли. Вот они еще все такие нежненькие. Да, они вон еще все в этой... В десенках. В десенках, да. Да, в десне, вон, видишь? Она вот только-только сейчас у нее ход начнется. Меленькие вот тут уже ничего, а вот которые зубасы. Вот уже сегодня-завтра. Вот сегодня-то третья уже красотка. Вот видите, все. Вон оно. Ну что, проверили. И видим, впереди нас стоит, ждет два флажочка. И в этот раз очередь моя проверять. Анечка дает мне честь. Опять дернула? Ну да. Время пятнадцать сорок одна. Ближется к вечеру. У нас снег. Мороза нету, но сильный ветер. Поделили флажки, кто что будет доставать. О! Сидит. Сидит. Ух ты. Как хорошо сидит. Главное, чтобы не пришлось теперь за... Щучка. Как красотка. Вот такая. Вот такая, друзья. Ух. Поменьше, конечно. Но очень приятненько. Джекпот? Джекпот. В глухозимье? Ну, одна вообще пустая. Вторая с щучкой. Вообще классненько. Глухозимье нас радует. Хорошая глухозимья. Нет. Хороший джекпот ты неправильно говоришь. О, да. Ну, джекпот, когда будет выше пятеры, а он будет. Не сегодня, а завтра. Мы верим в это. Мы проехали в тайгу почти 80 километров поглуби. Это ж ежкин кот. А до глуби сколько? 120? А до глуби, да. Ну, так ты и говори. 200 километров сразу суммируешь. Не в городе рыбачим. До города еще, блин, километров сколько там? 120? Ой-ой-ой. Это хорошо, так третий день сидишь, отсюда не вылазишь и думаешь, ну, так бы и сидел бы. Зачем я домой поеду? Вот. Сейчас, как представишь, после этой метели обратно пробираться. О, это ж вообще будет просто, понимаешь? Ну, доставай. Да, сейчас. Я рыба. Что тут? Отдай. Сразу пасть клином. Да. Не. Что, сильно далеко она забрала? Да нет, она недалеко. Вот она. Ну, вот, ну, сейчас мы ее тут раскроем. Зауз зацепилась. Мы тут такие сушесмелые, тащим. Ну, смотри. Буквально поводок еще чуть-чуть. А, смотри. Ну да. Ой-ой-ой. Нет, мне кажется, обмотка просто. Обмотка, да. И вот тросик остался буквально незначительный. Ну, то есть еще чуть-чуть. Ты не видишь, шуричок? Ну ладно. Даже я вижу в камеру. Теперь я вижу. Мальцы осторожно. Красоточка. Отлично. Ну, уже поводок, можно сказать, на границах замены. Сейчас мы быстренько поменяем жреца, что у нас тут хорошенький жрец нужен нам. Есть там желающие вообще? Да, да, да. На крючок. Покажи. Давай. Вот так вот мы его под половничок его. Главное не проткнуть позвоночник, иначе сразу убьешь рыбку. Так, так, так. Бросаем. С учетом грузика и длины этого. Вы счастливы? Идем проверять дальше. Вы счастливы? Счастливы, да. У нас был хороший поклев. Анечка сегодня вытащила троих. Одну утром, две. Сейчас красавцев. Ну, и мне тоже досталось. Что досталось? Джекпот. Джекпот, да. Что досталось? Ну, пошли. Пойдемте. Сама лучшая игрушка для Ричи, это понырять в сугробы. Пойдешь ко мне? Ведь в сугробах это истинное наслаждение для пёсика. Чтоб он устал, наигрался. Такой, как танк ползет. И ну, ну идет, молодец. Где рыба, Ричи? Где рыба? Так, ну, продвигаемся. Обеденная у нас проверочка. Вот, смотрим, в конце, вообще там в конце, в конце флажок стоит боком. Его бы и так и не заметили. Сейчас вот делаем проверку на наличие живцов. Есть, нету? Да, да, нет, нет. Идем в палатку греться, гулять. Сегодня прекрасный такой классный-классный день. У меня суп сейчас будем делать. Да, до обеда метелька была. А сейчас тишина, солнце светит. Можно и погулять, и поиграться, и в снежки поебаловаться. Сейчас, смотри, веревку еще вытащим. Аня. Так, ну вот мы проверили наши жерлицы. Стоит самый завершающий, одинокий флажок. Двигаемся по направлению к нему. В надежде, что будет там джекпот, блин. Хоть чем-то порадует нас за весь день. Так, и тут живец на месте. Ну, давай. Да, ты тоже. Давайте посмотрим. Порыбачим, порыбачим. Нет, не полно. Размотки нету. Это на размотке весенку. Никого. Не порадовало нас. Так, друзья, подошел я проверить жерлицу. Ну, пробить, прочистить лед. Посмотрю-то, она очень тяжело поднимается. Прям вообще. Ну, как тяжело. Относительно тяжело. Прям вот сейчас вот руками перебираю. Идет. Налимчик сидит. Рукой нету. Рукой одной буду все это делать. Потому что Танечка треногу забрала. И вот он он. Такой красавчик. Сопротивляется. Сопротивляется. Может даже и щучка. Не, налимчик. Смотрите, какой налимчик. Хвостом, видите, лезет. Хвостом лезет. Вот такой налимчик у нас. Вот такой красавчик дневной. Отлично. Чуть-чуть взял. Недавно захватил. Еще не успел. Вон он, крючочек. Два и два. Такой килограммчика на два. Ну вот. Супер. Вот задают мне в комментарии вопрос. Куда мы деваем рыбу, которую сами поймали? Отвечаю. Мы ее едим. Ну, тут Танечка решила, купить в пятерочке вот такую ГОСТовскую тушенку. Говядина высший сорт. Даже ГОСТ тушеная. Семейный бюджет написано. Взяли ее. Я ее вскрыл только что. Поковырялся там ножиком. И смотрю. 50% мяса, 50% желеобразного и хрящеобразного с пензией. Вот. Решила Анечка мне сварить суп. Раньше, все время мы готовим тушенку сами. И берем ее свою, домашнюю, где практически 85% у нас мяса, ну и немножко желе, которое варится в этом соусе. Сейчас вот мы ее попробовали по вкусу. не соленая, ну, наверное, такая тушенка она вся. Вот. Сейчас будем пробовать. Не знаю. 50% это много или мало? В старых, ГОСТовских, высших сортов я видел намного больше мяса. Ну, наверное, семейный бюджет тянет только на 50%. А вы что скажете? Сейчас мы будем готовить с нее суп, но заодно отведаем, попробуем, потому что по тушенке мы мастера. Мы ее уже перепробовали много. Попробуем, узнаем, что у нас с этой тушеночкой, купленной в пятерочке. Так, ну что ж, вот докапываюсь я до середины, смотрю, кусок жира какого-то. Вот. Просто она мне сказала половину в суп, а половину типа на другой день. А я тут смотрю, тут есть и внизу. Внизу один жир. Вот это вот толстый, толстый слой жира. Я не понял. По-моему, в концлагере лучше кормили, чем пытаются нас накормить пятерочкой. Это не тушенка, это просто пародия. Гост высшего сорта. Я считаю, что Гост этот просто куплен. Да вот он, вот он, кусок жира. Вот смотри, о! Вот смотри, друзья, это просто на дне жир. Больше полбан. Сантиметра сантиметра. Вот это просто жир внизу. Обычный жир. Мало того, что желатин, так еще и жир. В общем, мяса нету, да? Да нет, тут мясо может быть один маленький процент кусочка. Просто вот, может, вот этот сейчас вот разделю. Вот этот вот, может быть, и мясо. это часть, часть какая-то с жиром. Вот это я бы не сказал, что это кусок мяса. То есть, то, что мы ели Гостовскую с тобой, то есть, это рядом не лежало. Ой, господи, куда мы катимся? За то, что высшего качества. Ну, что ж, друзья, это на ваш критический момент. Кто-то говорит, зачем мы ловим рыбу? Да вот, чтобы вот это вот не жрать. Да, Ричей, ночь, аналим хищник ночной. Снега навалило, мама дорогая. Вот, идем, Васильич, посвети. Вон, заснеженная луночка. Так, сейчас ее побьем. Вот, пока насыпала. Ой, блин, чуть не вранила. Плажок. Вот хитрая поклевка. Хитрая наша джекпот. 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 Так, трещит леска. Вот, 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 вот. Вот такой вот у нас первый джекпот на третьей жерлице. Привет! Глаз на Олимп. Ой, слушай, чистенький какой. Еще по яме не успел полазить. Это точно. Смотри, какой чистый. Ну что, привет, печенка. Привет. Вот так мы решили прогуляться по своим жерлицам. Нет, привет, печенка. Привет, печенка. Привет, печенка. Привет. Друзья, что, друзья, прибыли мы на место. У нас небольшой морозик, я на камеру не смотрю. Вот, короче, это все, что удалось мне открыть. Мы, конечно, без печи пошли. Мы решили, что нифига не будет. Как обычно. Да, как обычно. В общем, вот, смотрите. Ну и вот, красота какая-то. Чувствуется тяжесть. Да, какая-то красота. Ну, налим. Смотри, возьми. Сюда идти. Будем пугать его светом. Желтая леска любимая. Ну, хорош, хорош, мальчик. Ух ты! Хорош, мальчик. Вот это, вот это хороший. Тихо. Тихо. Так, взяла. Давай. Кому сейчас сбежать? Кому сейчас Лезет в лунку. Кому бежать? Он хвостом, зараза, идет, ты же знаешь. Ух ты, шоу. Монстр. Главное, его церебротно не отпустить. пошли крупняки. Крупняк пошел. Пошли крупняки, отлично. Да, подожди ты. Куси ей палец. Вот так вот. Опять трешка? Да, это три с чем-то. Джекпот пошел. Работает. Трестяк. Ну все, разбираемся. Вот так вот. Продолжение следует...